Реформа пенсионной системы была в центре повестки президента Франции Эммануэля Макрона. В 2019 году уже была попытка повышения пенсионного возраста. Но сославшись на пандемию коронавируса, правительство Франции решило временно отказаться от проекта. Следует отметить, что в 2019 году заявление о проведении реформы вызвало массовые протесты. На них вышло более 150 тысяч человек, представители профсоюзов и желтых жилетов, что вызвало столкновение с полицией и применение последних слезоточивого газа. С точки зрения правительства Макрона эта мера является необходимой ввиду катастрофического старения французской нации. Но уже на данный период времени количество работающих граждан значительно меньше, чем количество пенсионеров во Франции. И, следовательно, если эта тенденция сохранится, то тогда на молодежь, на молодое поколение во Франции фактически ляжет груз содержания еще большего количества французских пенсионеров. И это может произойти в ближайшем будущем. В связи с возвращением правительства Франции к пенсионной реформе в городах вспыхнули акции протеста. Они проходят в более чем 10 крупных городах, таких как Париж, Марсель, Ницца, Нат и другие. Акции протеста сопровождаются погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими. В Париже к забастовке присоединились службы по вывозу мусора. Таким образом, уже больше недели на улицах города копятся кучи, достигая высоту больше человеческого роста. В одном из изданий разбросанные кучи мусора на фоне Эйфелевой башни уже назвали интуитивным символом народного возмущения планом правительства. Конфликт интересов, который сегодня складывается в экономике Франции, а именно конфликт между интересами, который объясняет Макрон, ввиду того, что пенсионеров все больше и больше, вопрос, собственно говоря, как обеспечивать их, да, и позиции гражданские, что граждане хотят иметь тот пенсионный возраст, на который они рассчитывали. Вот этот конфликт интересов сегодня активно развивается. Тут, наверное, путь только один, возможно, путь, наверное, какого-то компромисса, путь диалога. 11 марта 2023 года верхняя палата парламента проголосовала за законопроект, а уже 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Приведет ли громкий голос бастующих к ожидаемому ими результату, покажет лишь время. Аделина Зенатова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.